День независимости еврейского государства 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 Я лечил заместителя председателя КГБ Украины, генерала Чурсина, а это его адъютант. Ну что, решили ехать? Решили ехать. Я вышел из троллейбуса. Ну, это мог троллейбусом поехать. Решил. Ну, это естественно. Скоро 30 лет, как вы тут. Неужели вы не забыли? Ну что вы, Иван Владимирович, мы ничего не забываем. Поэтому Чурсин мне однажды сказал, Иван Владимирович, прекратите свою фронту. Сегодня утром в Щербицке меня спросил, до каких пор вы будете на свободе. И я должен был ему объяснять, что вы хороший советский человек. Это же анекдот. КГБ вас защищает от партии. Ариэль Дат – один из ведущих в мире пластических хирургов. Излечивает тяжелейшие ожоги. Уникального опыта он набрался в армии, где спасал жизнь обгоревшим танкистам. Позже был главным военно-врачом Цагала. Вот наша разработка – танк-эвакуатор. Идея принадлежит моему другу, доктору Якову Адлеру. Он был главврачом Южного военного округа во время войны на истощение в 1969 году. Тогда в Египте на Суэцком канале было много раненых. Чтобы добраться до них на вертолете или бронетранспортере, нужно было ждать наступления темноты. И вот Адлер придумал использовать танк-шерман, отрезав у него пушку. Но пулемет оставили. Таким был первый танк. А в этом уже перенесли мотор вперед. Поставили более широкие гусеницы, потому что север Суэцкого канала, где они действовали, очень заболочен. Ни песок, ни болото для этого танка не помеха. Он много работал, вытаскивал раненых. Война на истощение продолжалась три года. И этот танк спас очень много бойцов. Ион Адегин тоже знает, что такое гореть в танке. Хотя воевал он в другой войне, Великой Отечественной, на которую сбежал 16 лет. Но сначала была пехота, а после ранения госпиталя напросился в разведку. Каждый из этих разведчиков, это было трудно передать, что умели делать эти ребята. Это были сибирские охотники, которые блестяще стреляли. Мой подчиненный Степан Лагутин, 46 размер обуви, 2 метра роста, 2 литра водки выпивал, не закусывая, и был абсолютно трезвым. Он в сапогах влезал на телеграфный столб. Это не просто влезал. Надо было набросить провода на третий и на четвертый провод нашего телефонного аппарата. А там, в тылу, где стояли бронепоезда, они слушали по этим проводам связь. И вот меня ребята выбрали командиром отделения, потому что я грамотный. 9 классовый. Представляете, какая большая грамота была. Затем снова ранение. Госпиталь и в неполных 18 танковое училище. Командир танка, вот этого танка. Командир танкового взвода, это уже 3 танка. И командир танковой роты, это 10 танков, но у меня было не 10 танков, у меня было 12. 21 января 1945 года из всей бригады остались вот этих 12 танков. И я командир. И мне приказывают вперед. Я передаю приказ вперед. Работают моторы, ни один танк не выходит из-за укрытия. Длинная, длинная такая кирпичная конюшня. Стоят танки, работают. Немцы открыли огонь из минометов. Десантники полезли под танки. Танкисты закрылись в танках. Залезаю в танк, меня матом кроет. Я матом крою их. Дал команду, делай как я. И я поехал. Почувствовал самое, что пушка. Я, значит, выстрелил, и мне показалось, что снаряд взорвался в танке. Это редчайший случай. Два танка выстрелили друг по другу одновременно. Меня ранило голову, оторвало верхнюю челюсть. Потом я вылезал, значит, семь пуль в руки. Потом, значит, лежал возле катков танка. И, значит, еще четыре осколка перебили мне ноги. И, в общем, я представил себе, как немцы сейчас увидят мое еврейское лицо. На груди у меня ордена и медаль. В кармане партбилет, гвардейский значок. Все для того, чтобы попасть к немцам в плен. И я решил, что надо застрелиться. Парабелл у меня был на животе. И я лежал на животе. Потом я вспомнил госпиталь. Девять суток мы были без сна. Девять суток наступления. Это невероятно. Я вспомнил эти белые подушки и простыню. Все, спать. Ну, я решил, что я потерял сознание и не застрелился. Потом мне сказали, ты не потерял сознание. Ты своей перебитой рукой, значит, висел у тебя парабеллом в руке. И ты показывал, как там должен зайти, чтобы меня втащить в люк механика. Вы сами доктор. Можете себе представить, что я чувствовал, когда меня всего переломанного засовывали в танк? Когда я первый раз увидел этот танк, я сказал, только евреи могут такое придумать. В этом танке мы не можем открыть стекло, но видно. Уже есть место, где при арт-обстреле можно оказать первую помощь двум. А в соседнем танке уже четверым раненым. Это фантастика. Вот видите, у меня большой палец не работает и сейчас. Мало кто знал, как можно работать хирургом без большого пальца правой руки. Приехал в Израиль. Прошел все то, что должен пройти Олег Адаш. Профессор комфорти, блестящий совершенно. Обрадовался, когда он увидел мою фамилию. Он-то, я не представлял себе, что ты еврей. И вот я был у него, мы сдружились, стали вместе с ним писать книгу. Есть у моих, товарищей танкистов, Не верящих в святую мощь брони, Беззвучная молитва атеистов, Помилуй, пронеси и сохрани. Стыдясь друг друга и себя немного, Пред боем, как и прежде на Руси, Безбожники покорно просят Бога, Помилуй, сохрани и пронеси. Разные страны, разные войны, разные судьбы. Впрочем, судьба теперь одна. Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok